Здравствуйте, в эфире программа Русской службы Голоса Америки Поделись. Я Александр Григорьев. 10 минут размышляем о гласе народа и голосе разума. Профессор Нью-Йоркского Ханнер-Колледжа Эмиль Дрейцер несколько лет назад опубликовал документальное исследование об одном из звездных агентов советской разведки Дмитрии Быстролеты. Путин, как известно, тоже долгое время работал в разведке. Говорят, что бывших шпионов не бывает. На ваш взгляд, как смотрит на мир Владимир Путин? Как политик, государственный деятель или шпион? Я думаю, каждый шаг, который предпринимает Путин, выдает в нем разведчика-профессионала с младых ногтей, как говорится. Ну, например, Быстролетов, чей биография занимался довольно долго, и я его встретил, кстати говоря, еще когда он был жив в 1973 году. Так вот, ну, например, один из, так сказать, профессиональных приемов – это разведчика, шпиона, контрразведчика – это выступить под чужим флагом. Например, Быстролетов, хотя оперировал в советской разведке в 30-х годах в Германии, в Англии, во Франции, он представлял себя тем, кого он хотел подкупить и подкупал, как японский разведчик. И объяснял это он так, что, видите ли, японская разведка не может послать своих агентов, поскольку немедленно видно, что это, так сказать, шпион японец. Поэтому они наняли его, то есть Быстролетова, так сказать, для того, чтобы он, так сказать, проводил операцию. Теперь сравните, что сделал, скажем, например, что сделал Путин в Крыму. Он пустил туда, должен сказать, что он даже сделал прием хитрее, чем это сделал Гитлер в свое время. Известно, что Гитлер спровоцировал нападение на Польшу, переодев в польскую военную форму группу немецких солдат, которые якобы напали на территорию Германии. А Путин, так называемых зеленых человечков, без всякой идентификации, пустил в Крым. Это типичный прием разведчика, типичный прием шпиона. Он никогда не скажет, кто он такой, всегда будет отказываться и так далее. Кроме того, судя по его, так сказать, его личности, он думает, что он, так сказать, пытается... Он не очень хороший актер, конечно, его нельзя сравнить с Быстролётовым. Он пытается выдать себя как, так сказать, доброго, хорошего человека широкой души и так далее. Это, так сказать... Но у него ничего не получается. Его выдает, его выдает, по крайней мере, для людей, которые, так сказать, с ним... Который его не знает, выдает его, так сказать, неумение, в общем-то, до конца... Я думаю, поэтому он был не разведчиком, а контрразведчиком. Что он все-таки до конца не мог быть того класса, каким был кем Быстролёток. Ну, что это означает? Разведчик, шпион, должен... Для него обман – это средство. Он не видит в этом ничего, так сказать, отрицательного. Отсюда ощущение, что очень часто нам кажется, когда мы смотрим на его действия и выступления, некий цинизм. Всем кажется, он человек пропитан цинизмом. Но это не с точки зрения разведчика. Для него это нормальное состояние. Он не может, скажем, вот как мы все в обычной жизни смотрим на человека. Вот у него есть хорошие качества, плохие... Но разведчик всегда ищет слабину. Он всегда видит человека с той стороны, с которой он может быть завербован, одним словом. Какие у него есть недостатки и так далее. Поэтому, так сказать, в этом смысле для меня, например, Путин – это просто профессиональный разведчик, который попал на такой высокий пост и действует методами разведки. То есть, что такое методы разведки? Это, прежде всего, чисто тактические. Он не видит далеко. Разведчику часто... Я помню, Быстролётов тоже жаловался. Говорит, что мы не знаем. Нам говорят, сделай то-то, мы не знаем, для чего это делается. Но мы делаем все для того, чтобы достичь эту маленькую цель. Прямо перед нашим носом. А что будет дальше? Я вас, простите, я вас перебью. На ваш взгляд, у чего, с учетом последних украинских событий, вы бы ожидали от Путина? Максимально коротко, пожалуйста. Мне трудно сказать, что от него можно ожидать. Я думаю, что он, опять же, сделает некое заявление. Ложный обман. Каждый его следующий шаг, если мы проследим его публичные выступления, то, что он делает на самом деле, это ложный шаг. Он либо скажет нечто, чтобы тянуть время, либо пообещает нечто, а потом скажет, я этого ничего не сказал. Одним словом, мне трудно сказать, что именно он будет делать дальше. Я думаю, что это его основное оружие. Он на самом деле знает, что никто до конца не знает, что у него в голове. Каким данным, на ваш взгляд, привык доверять Путин? Буквально одним словом. То, что он читает в газетах, то, что ему показывают по телевизору, то, что ему приносят в бумагах для секретного пользования. Думаю, что только секретного пользования. Все остальное он, как профессиональный, понимаете, для разведчика, и для него мир не существует таким, как он существует для нормальных людей. Который одним словом мы оцениваем, а тот сказал это, а это, наверное, это где-то так. Нет. Он, думаю, что он прежде всего руководится тем, что ему советуют его ближайший круг. Спасибо. С нами были Вадим Белоцерковский и Эмиль Дрейцер. Программа «Голос Америки. Поделись». Новости и аналитиках событий в Украине, в России и Соединенных Штатах на сайте голосameriki.us. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...